Всем сул-сул! Ну что, ещё одна неделя осени подошла к концу, а это означает, что пора подвести её итоги. И это новости из мира The Sims, сегодня в выпуске. Слитый концепт-арт нового города в Sims 4, разработка пятой части игры или спин-оффа, а также немецкий ютубер спалил ещё одно новое дополнение в этом году. И многое другое. Прошлая неделя началась с красивого концепт-арта, который себе в блог выложил человек с интересной фамилией Уитбрачна. Уитбрачна, один из концепт-художников, который работает над Sims 4, совсем недавно опубликовал новый концепт-арт города, который будет называться Снут Хейтс. Этот мир с совершенно новым окружением, которого раньше не было в Sims 4. Такие как грузовик с мороженым, газонокосилки, различные уровни местности и многое другое. А также на заднем плане можно заметить пляж, на котором отдыхают персонажи. Ну а также есть вероятность того, что это старый концепт города, который должен был появиться на начале разработки Sims 4. Так как рядом с домом стоит персонаж, концепт-арт которого выкладывали ещё в далёком 2014 году, когда только-только анонсировали Sims 4. И самое интересное, что по этому концепт-арту непонятно, либо это будущий город, который добавят в Sims 4, или этот город, который убрали во время работы над четвёртой частью игры. Ну а мы с вами будем надеяться на то, что этот город в будущем добавят в игру, потому что там есть пляж. А это значит, что есть выход к морю. И это значит, что там есть возможность позагорать. Это то, чего не хватает в Sims 4. Также на прошлой неделе в интернет подсочилась информация, что компания Electronic Arts набирает новую команду для подразделения Maxis, которая работает над Sims играми. Либо это будет новая часть The Sims, либо же спин-офф. Если вы хотите узнать поподробнее об этой информации, то переходите по подсказке в правом верхнем углу. Я снял на эту тему даже отдельное видео. Неужели в ближайшее время нас с вами ждёт ещё одно новое дополнение? Давайте об этом поподробнее. Немецкий ютубер, у которого на канале уже почти 5 миллионов подписчиков, утверждает, что он знает, какое следующее дополнение будет для Sims 4. Также этот блогер уточнил, что это дополнение очень хорошо подойдёт для его нового летсплея, и что он его очень-очень сильно ждёт. Немецкий ютубер Грох, канал которого приближается уже к 5 миллионам подписчикам, заявил в своём видео, которое было опубликовано на прошлой неделе, что он уже знает, какое следующее дополнение будет для Sims 4, и что он его очень сильно ждёт. По его словам, следующее дополнение очень подходит для его летсплея, но он не раскрыл точную тему этого дополнения. Сначала он говорит о кулинарии в игре, затем просто перестает говорить. После этого он немножко хихикает и говорит, что он уже знает, о чем будет следующее дополнение. Но ему не разрешено делиться какой-либо информацией об этом. Следующее дополнение очень подходит для его летсплея, и он действительно с нетерпением его ждет. Последнее, что он сказал, было то, что он будет записывать новый геймплей в прямом эфире, как только дополнение будет анонсировано. В конце его выступления просто немного смеха. Сменяясь между предложениями, кажется, что следующее дополнение будет забавным, или добавит больше веселья в игру. Что подходит его группе друзей, за которых он играет в Sims 4. Остается лишь надеяться, что разработчики не анонсируют дополнение «Веселимся вместе» 2.0. Это будет реально забавно. Ребят, и специальная информация для вас. Во избежание вопросов, а откуда он знает, какое дополнение будет в следующем? У него на канале почти 5 миллионов подписчиков. Он сотрудничает с Electronic Arts, и по-любому они могли ему что-либо дорассказать. А он просто мог подписать документ о неразглашении. Неужели это осенью нас с вами ждет еще одно дополнение? Или игровой набор? Конечно, разработчики пару месяцев назад говорили о том, что этот год будет насыщенно новый контент для Sims 4. И я не уверен в том, что они имели ввиду бесплатные обновления, которые уже вышли. И разумеется, было бы здорово увидеть в октябре, когда у них обычно выходит дополнение, еще одно дополнение. Потому что временно года они выпустили летом. А если они еще в октябре в свое обычное, привычное время выпустят еще одно дополнение, будет очень круто. И разумеется, еще игровой набор. Все вы знаете, какой игровой набор я жду. Ну а также из этой новости я подчеркнул одну фразу. Что этот блогер сказал, что возможно это дополнение уже анонсировали. Так как он записывает свои летсплеи наперед. И обычно блогеры записывают видео, ну, максимум на две недели вперед. И получается, что анонс нового дополнения уже скоро? Или... или как это понимать? Ну а чтобы быть в курсе всех свежих событий из мира The Sims, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, дабы получать уведомления о свежих выпусках. Ну а теперь наша постоянная рубрика новости одной строкой. В The Sims Mobile появился новый квест. Карьера инструктора по танцам теперь доступна в течение ограниченного времени. Давая игрокам 4 дня, чтобы выполнить необходимые задания, которые вознаградят их наградой карьеры инструктора по танцам. Чтобы разблокировать основные квесты событий, вам сначала придется выполнить быстрый квест. А уже затем, проходя основные квесты, вы можете разблокировать новую карьеру. Чтобы начать мероприятие, которое поможет вам разблокировать карьеру инструктора по танцам, выберите вкладку квесты в правой части экрана. Чтобы завершить мероприятие по карьере инструктора по танцам, вам нужно будет выполнить 19 квестов в игре. По пути выполнения различных заданий вы будете получать маленькие вознаграждения, а после того, как пройдете финальное испытание, вам откроется карьера инструктор по танцам. Sims 4 обновился на Xbox One. Это обновление не принесло ничего нового в игру, лишь исправило баги с тенями и освещением. После добавления стеклянных крыш в Sims 4 на Xbox One, тени от этих крыш начали шевелиться, и это обновление это исправило и утихомирило тени. Так что те, кто играет на Xbox, обновляйте игру и исправляйте эти баги с крышами. Новые города для Sims 4 находятся на стадии разработки. Вчера в твиттере Sims Guru Grand отвечал на вопросы своих фанатов. И на вопрос о том, какой его город самый любимый, Sims Guru Grand ответил. Я люблю руины в Винденбурге, Сан-Мишуна является просто огненным городом, и еще есть города, которые находятся в процессе разработки. Так что, возможно, тот самый концепт-арт, который вы видели в начале этого выпуска, совсем скоро станет явью, и новые города появятся в Sims 4. Наконец-то! А то от этих городов, которые сейчас есть, лично я уже подустал. Хочется чего-то новенького. Ну а это были все свежие новости из мира The Sims за прошедшую неделю. Если вам понравился выпуск, не забудьте поставить ему палец вверх, а также подписаться на канал, дабы не пропускать самые свежие новости из мира The Sims. И также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о свежих выпусках. Ну а с вами был Сергей, и это канал Хабагивили. Всех люблю, и всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok